Процесс написания музыки можно условно разделить на несколько этапов. Первый этап – это генерация материала, подборка инструментов, нужных тембров, создание мелодий, гармонии, ритмов и так далее. И далее, одним из важнейших этапов является обработка этого материала. Например, для создания пространства в треке используются реверберации и дилей, для частотной обработки – эквалайзер, для динамической – компрессор, для добавления искажений – дисторшн и тому подобное. На iOS есть уже немалое количество очень качественных аудиоэффектов, но большинство из них стоят немалых денег. Поэтому я решил собрать для вас подборку лучших бесплатных аудиоэффектов на iOS. Посмотрев это видео, напишите в комментариях, какие из эффектов вам понравились больше всего. А также напишите, какие есть еще аудиоэффекты, которые не попали в мое видео. В будущем по ним я сделаю вторую часть этого обзора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал материально. А тем, кто еще хочет поддержать, ссылка на донат в описании под видео. Всем приятного просмотра. Вы на канале Flowform. Меня зовут Саша Сайнтрайдер. Поехали. Первым на очереди ревербом идет VB01 от Haruko Mizushita. Послушаем, как он звучит. Есть функция Freeze. Замораживание хвоста реверберации. Следующий плагин Zero Reverb от Blemsoft. Есть при дилей. Тут отдельно есть длина хвоста для среднечастотного диапазона и для низкочастотного диапазона. И вот мы имеем кроссовер между этими диапазонами. Достаточно красиво звучит реверб. Следующий реверб называется AD480 от Fidler Audio. Он есть только в формате Inter-App. Небольшое количество пресетов на борту. И, к сожалению, в бесплатной версии нет возможности что-то докрутить. Следующий реверб называется Glider Verb от Amazing Noise. Бесплатная версия есть, к сожалению, только в формате Inter-App. Послушаем, как звучит. Очень крутой реверб. Однозначно рекомендую его приобрести. Продолжение следует... Далее разберем, какие есть бесплатные дилеи. DL-01 от Haruko Mizushita. Также есть функция фриза для хвоста. Простенький, но достаточно качественно звучащий дилей. Следующий дилей называется Face Delay Array от разработчика Neon Silicon. Очень круто звучит. Огромное количество настроек. Это действительно классный плагин, особенно учитывая, что он бесплатный. Следующий плагин от того же разработчика называется Spirangle. Послушаем его. Это более, так скажем, привычный дилей. Тут встроено аж три фильтра. С огромным количеством параметров. Думаю, что как-нибудь обязательно я сделаю отдельный обзор по плагинам этого разработчика. Следующий дилей от Nimbryne Audio. Называется Analog Rack Delay. Простенький, но также хорошо звучащий дилей. И последние два дилея от разработчика Matthew Caldwell. Оба они в формате Inter-App. Вот этот желтенький называется Fribulator. Послушаем. И второй плагин называется Nebulizer. Далее разберем эквалайзеры и фильтры. Первые два эквалайзера LRC7 и LRC5 от разработчика Neon Silicon. Исходя из названия, понятно, что в этом эквалайзере семь фильтров эквализации, а в этом пять. Небольшая разница между этими двумя эквалайзерами все-таки есть. Давайте послушаем, что она из себя, эта разница представляет. Ну видно, что LRC5 более простой эквалайзер. Здесь несколько Bell фильтров и Low Pass High Pass фильтров. А вот LRC7, конечно, более продвинутый эквалайзер. Здесь гораздо больше типов фильтров, более гибкая фильтрация. Я думаю, что на этом эквалайзере LRC5 разработчик позиционировал как мастеринг эквалайзер. Ну а этот эквалайзер, я думаю, что для более стандартной поканальной обработки, для более детальной коррекции частот. Следующий плагин называется FilterStep от разработчика Audio Modern. Это бесплатный степ-фильтр. Послушаем, как он работает. У нас есть вот такой степ-секвенсор. Рандомизация для каждого шага. По сути, каждый шаг представляет из себя отдельный фильтр. Можно сделать постоянную рандомизацию, то есть каждый раз будет рандомизироваться каждый шаг. Ну а в этой части стандартные настройки самого фильтра. По этому плагину я, наверное, обязательно сделаю отдельный обзор. Следующий плагин называется F16 Filter от Blemsoft. Хороший, приятный, простой фильтр. Послушаем, как звучит. Вот здесь мы выбираем типы срезов. Резонанс. Частота. Микс, подмешивание. И сатурация. Еще один плагин от Amazing Noise. Называется Dab Filter. Также в бесплатной версии работает в формате InterApp. Как вы видите, огромное количество возможностей, куча модуляций. Ну и напоследок еще один эквалайзер от Nimbryne Audio. Называется Analog Rec Cleaner. Здесь, по сути, всего два параметра, которые убирают хаш, то есть более высокие частоты, и рамблинг, низкую середину. Давайте послушаем. Рамблинг. Следующими на очереди у нас идут модуляционные эффекты. И первым плагином разберем Giro Vibe от разработчика Neon Silicon. Ну вот из такого обычного пилообразного аккорда получается очень приятное атмосферное звучание. Послушаем прессеты. Очень качественный и вкусно звучащий плагин. Следующий модуляционный эффект от того же разработчика. Называется X-Trem. Это эффект Tremelo. Здесь также встроенный фильтр. Далее плагин называется Swap от разработчика Cliff Grant. Послушаем, что он делает. Ничто иное, как Horus. Следующий плагин от Silom Audio. Называется Flux Mini. Это ничто иное, как Envelope Shaper. Очень классный плагин. Мне он действительно очень нравится. Я его частенько использую. Здесь есть огибающая для громкости и огибающая для low-pass и high-pass фильтров. Далее плагин от Blemsoft. Называется Zero Horus. Хорус. Простенький, но приятно звучащий хорус. Хорус одним при не аудио. Два параметра. Глубина модуляции и скорость вращения. И последний модуляционный плагин называется Delay Modulation от Imaginando. Очень креативный творческий модуляционный эффект с кучей параметров. Этот плагин однозначно надо иметь в арсенале. Далее на очередь динамические процессоры. К сожалению, из бесплатных AUV3 компрессоров только один есть от Audio Damage. Называется Roach Rider. Сейчас на текущий момент третья версия. Действительно классный компрессор, несмотря на то, что он бесплатный. Послушаем, как работает. Sensitivity – это threshold, по сути. Все визуально отображается. Ratio. Makeup. Есть параметр Sidechain. Атака, релиз, микс и выходная громкость. Все, что нужно для компрессии. Далее Noise Gate от Nembrini Audio. Самый обыкновенный Noise Gate. Есть просто параметр Threshold и диапазон децибел. И еще один недавно вышедший бесплатный динамический процессор. Называется Intensifier от разработчика Иван Мюррей. Что-то похожее на Transient Shaper. Далее разберем различные эффекты перегруза. Первые три плагина от Nembrini Audio. Первый называется NA808. Дает вот такой характер перегруза. Следующий плагин называется Clone Minotaur. Вот такой характер перегруза. И третий от Nembrini Audio. Называется Crank версии 2. Далее Overdrive от Blemsoft. Называется DC9. Также от Blemsoft цифровой дисторшн. Называется Resampler. Понижение битности. Квантайзер. И Upsampler. Далее еще один плагин от Matthew Caldwell. Называется Mac Cracker. К сожалению, он только в формате Inter-App. Но дает по-своему интересный характер перегруза. И завершает список бесплатных плагинов перегруза. Fuse Plus 3 от Audio Damage. Из бесплатных стерео расширителей у нас имеется вот такой вот от Blue Mango. 20 стерео Lock Time. Создают задержку между левым и правым каналом. И второй расширитель. Называется Wider. От разработчика Polyverse. Совместно с Infected Mushroom. Будьте аккуратны при использовании подобных плагинов. Иначе можно уйти в противофазу, потеряв моносовместимость. И напоследок давайте разберем три плагина, которые не попадают ни в какую конкретную категорию. Первый плагин это будет резонатор, который называется CUSNP. От разработчика Neon Silicone. Это имитация струнных, то есть как бы звук пропущенный через струну. Тут мы имеем некоторое количество резонаторов и можем их на разных частотах настраивать. Следующий бесплатный плагин называется Tape Cassette 2 от разработчика Silom Audio. Это не что иное, как эмуляция пленки с различными параметрами. Давайте послушаем. Шум, сатурация, эффект зажеванной пленки, флаттер эффект и общая выходная громкость. Действительно очень классно звучит плагин, особенно с учетом того, что он еще и бесплатный. Есть еще платная версия этого плагина с более расширенным функционалом. Однозначно рекомендую с ней ознакомиться. И напоследок бесплатный анализатор спектрограммы. Называется спектрограмм от Tone Boosters. Можно выбирать различную цветовую схему. Вот такую подборку бесплатных плагинов мне удалось для вас собрать. Обязательно пишите в комментариях, какие плагины вам понравились из моей подборки. Ну и конечно пишите, какие плагины я не успел разобрать. Я обязательно по этому списку сделаю в будущем и вторую часть этого видео. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в соцсетях. Ну и конечно подпишитесь на мой канал. Это канал Flowform. С вами был Саша Сейнтрайдер. До новых видео.